В начале 20 века главным зимним праздником считали Рождество и отмечали его 25 декабря, в то время как Новый год был праздником второстепенным. Как наши предки готовились к зимним праздникам и какие традиции сохранились до наших дней, сейчас узнаем. Традиция провожать Старый год и встречать Новый формировалась столетиями, переплетая в себе языческие и церковные обряды. Но все же Новый год был лишь дополнением к Рождеству. Именно этот праздник отмечали со всем размахом. Раньше гудела слободка. Наши национальные районы, греки, они проявляли свою южную темпераментность. Они всегда соблюдали свои традиции. Традиции соблюдались Новоселя, 1 января. Они ходили друг к другу в гости. Заходя в дом, они бросали, разбивали опорок дома гранат. Самый настоящий гранат, он разлетался. И чем дальше зерна разлетаются, тем больше счастья. Кроме разбитого граната, у украинцев существовало много традиций. Одна из них – маскировка. Группы людей ходили по селу и городу с народными представлениями коза и маланка. Козу, животное, которое считалось символом плодовитости, изображал обязательно парень. Считалось, что к тем семьям, к которым зайдет группа маланкарей, наведаются души ушедших родственников. Традиции Нового года изменились в 1917 году, когда был подписан декрет о переходе на западноевропейский календарь. Несмотря на войну, революцию и безвластие, люди готовились к светлому и семейному празднику. Тогда, в далеком 1917 году, никто и подумать не мог, что тот Новый год станет последним, который предстоит провести по привычному сценарию. Никакого Деда Мороза, елки, праздничных гуляний и традиций. Сто лет назад, год 1921, это уже установившаяся власть большевиков после громадного количества смен власти в нашем городе. То есть город деребанили, город разрывали. Это закрытые церкви, это закрытые храмы, синагоги, это неработающие заведения. Традиции Рождества, конечно, в семьях поддерживаются, не без этого. Как от этого можно отказаться, когда это все передается генетически, когда это передается из поколения в поколение. Открыточный бум. Еще одним символом Нового года 20 века можно считать открытки. Они выдавались тысячными тиражами, люди поздравляли друг друга со всеми праздниками. День рождения, Пасха и, конечно же, Новый год и Рождество. Популярные сюжеты рождественских открыток были дети у елки, влюбленные парочки, дамы в нарядных платьях, зимние пейзажи и ангелы. Дело в том, что в начале 20 века был, так называемый, открыточный бум. То есть начали издавать открытки тысячными тиражами на самые разные темы. И вот пошло очень много видов. Ну, конечно, открытка – это промышленное производство, это коммерческое предприятие. И поэтому каждый издатель хотел чем-то поразить публику. Могли поразить разными. Могли поразить вот таким вот, когда заказывали открытки, очень известным художникам. Вот такие вот открыточки с детскими рисунками на рождественскую тему. И все же самым главным в открытке был не рисунок, а то, что написано от руки. Люди выводили каждую буковку перед тем, как отправить ее друзьям. Сейчас же открытки немножко модернизировались. Перестало быть душевным, что ли, так сказать. Потому что начали выходить открытки разных фасонов, разных размеров, с типографскими надписями. То есть исчезло. На этих же открытках люди писали, поздравляли. Было какое-то тепло. Видите, оно даже прошло почту. Было какое-то тепло в этих поздравлениях. В сегодняшних открытках этого нет. Ну, может быть, и не надо, потому что все меняется в нашей жизни. Новый 2021 год в Одессе. Ярче всех встречает Приморский бульвар, где уже традиционно украшают елку и готовят иллюминации и фотозоны. Главная улица города Дерибасовская тоже надевает свой праздничный наряд. И пускай, по рассказам, сто лет назад праздновали зимние праздники более ярко, в нашем 21 веке тоже есть своя изюминка. Продолжение следует...